Большое спасибо, что пришли. Наконец-таки открываем долгожданное продолжение курса архитектора XX века с Анной Барновицкой. Занятие будет проходить в образовательном центре. Здесь, каждый четверг. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. И хорошей вам лекции. Спасибо. Добрый вечер. Очень рада тут видеть столько людей. Первая лекция этой серии будет посвящена Вальтеру Гропиусу. Одному из крупнейших мастеров современного движения, но архитектору очень особенному по своему образу действия. Имя Вальтера Гропиуса известно, наверное, всем, кто вообще интересуется архитектурой XX века. Постройка его, мне кажется, обычной интересующейся архитектурой человек или даже архитектор может вспомнить, ну, две, ну, три. И значение Гропиуса действительно огромное. Он очень сильно изменил мир, в котором мы живем. Но оно очень часто было непрямым. Конечно, Гропиус, в первую очередь, это создатель и первый директор школы Баухаус, важнейшей школы современного дизайна и архитектуры. Но, кроме того, он был одним из тех, кто перенес модернизм на другую сторону Атлантического океана и как преподаватель очень во многом способствовал развитию современного движения в Америке. Также по пути из нацистской Германии в Штаты он провел два года в Англии и оставил свой след там. Но еще важно, что Гропиус очень много писал, а еще больше говорил об архитектуре. Он вообще был очень странный архитектор, он не умел рисовать. Причем он это объяснял какой-то невозможной травмой руки, что он переиграл в теннис и не мог держать карандаш, у него очень быстро начинала дрожать рука. Но при этом он писал бесконечное количество писем. Причем в том числе таких писем своим возлюбленным, поэтому вряд ли он кому-то их диктовал. Писать он рукой мог, а вот рисовать, но что-то у него не получалось. И он всегда работал в сотрудничестве. И главный его вклад был в идеях, в том, как архитектура собирается из пространства и формы, в том, какие социальные проблемы архитектура призвана решать и должна решать в первую очередь, и дальше в том, что его идеи важнейшие касались индустриального домостроения, новых технологий и так далее. Он очень много читал лекций. Вот что я хотела сказать. Его влияние распространялось вот так. Но мы вернемся к этому по ходу рассказа. Значит, Гропиус отличается, по-моему, от всех других мастеров этой когорты, как бы пионеров современного движения, своим происхождением. Он был из очень почтенной художественно-архитектурной семьи. Из Пруссии, это потомственные берлинцы. Вот это, видимо, прадед его, Карл Вильгем Гропиус, который был художником, сценографом, работавшим вместе с Карлом Филдерхом Шинкелем. Но вы знаете, что Нейквис Цис Шинкель – это вообще такая важнейшая фигура для всей германской архитектуры и герой всех германских архитекторов, о котором мы говорим. Он важнейший архитектор был и для Мисс Иванда Роя, о котором мы говорили в прошлом цикле, и для Альберта Шпейера, совершенно другого архитектора, о котором мы будем говорить в следующий раз. И вот Гропиус с Шинкелем связан просто семейно. И вот одно из предприятий этого Карла Вильгельма Гропиуса была так называемая диорама Гропиуса в Берлине, которая открылась в конце 20-х годов и закрылась где-то в 50-х, где демонстрировались виды разных городов, написанные Шинкелем. И закончилось это, когда Николай I затребовал эти картины в России. Двоюродный дед, наверное, Вальтера Гропиуса, был известный архитектор, и его важнейшая постройка, Мартин Гропиус Бау, это до сих пор один из основных выставочных залов в Берлине. Новаторская для своего времени постройка, то есть отделанная в стиле неоренессанса, с отсылками к тому же Шинкелю, но новаторская по типологии, по конструкциям, один из первых в Германии примеров вот таких стеклянных сводов. Отец Гропиуса тоже был архитектором по образованию, немного работал как архитектор, но потом работал муниципальным и государственным чиновником. И это была такая просвещенная буржуазия, просвещенная и, что очень важно, обеспеченная. То есть это была благополучная культурная семья с большими связями. И детство, проведенное в этой семье, где было огромное количество родственников, некоторые из них были землевладельцами у всех, были дома и дачи в разных местностях, он всех навещал на каникулах, видимо, дало ему такую уверенность в себе и способность общаться с людьми, не испытывая никакого ни комплекса, ни полноценности, ни наоборот, не было вот такого желания всем доказывать свое превосходство, как у, скажем, миссы Ван дер Роя. То есть он был очень талантлив в обращении с людьми. И еще важно, что его чувство социальной справедливости происходило не из того, что на себе это испытал, а потому что он вместе со своими многочисленными дядюшками пытался, то есть он убеждал дядюшек, и вместе с ними пытался улучшить жилищные условия их работников и крестьян. И его первые заказы, еще когда у него, ну у него так и не было в итоге закончено архитектурное образование, первые заказы были в кругу семьи, это было именно жилище для работников. Значит, вот здесь вы видите родителей Вальтера Гропиуса. Значит, фотография в 78-м году сделана в год их свадьбы, и фотография вот с ребеночком, то есть это отец с маленьким Вальтером Гропиусом. У него была старшая сестра, может быть, даже две, и младший брат Георг, которого он очень любил, но который умер в юности. И вот вы видите, да, вот этих ухоженных детишек, явно любимых, там хорошие были отношения в семье, матери он писал всю жизнь очень подробные письма, это такой, ну не так, конечно, как Корбюзе, который каждый день маме описывал все, что с ним случалось, но корреспонденция была довольно основательной. И вот здесь вы видите дачу на Балтийском побережье, и мальчиков на велосипедах, мальчик постарше, это Вальтер Гропиус. Ну и дальше он следовал пути мужчин своей семьи, там были архитекторы, но также было много довольно видных военных. И Гропиус начал свое профессиональное обучение в Высшетехнической школе Мюнхена, сейчас это Технический университет Мюнхена, но ему нужно было пройти год военного обучения, и он настоял на том, чтобы поступить как бы кадетом в гусарский полк, он был гусаром. Здесь вы видите, он в такой невероятно нарядной форме, которая никак не вяжется с образом этого архитектора-функционалиста, истребившего весь декор. Но там была некоторая сложность для него в этой службе, то есть он обнаружил, что все-таки, принадлежа к обеспеченной буржуазии, он все равно подвергается снобизму со стороны младых аристократов, которые в основном и составляли гусарский состав. И кроме того, быть гусаром было очень дорого, то есть нужно было содержать хорошего коня, всю эту конское снаряжение, форму, а также парадную форму, участвовать во всех балах, увеселениях, играть в карты, в общем, вести соответствующий образ жизни. И родители совершенно на это не рассчитывали. И ему для того, чтобы добиться уважения своих соучеников-кадетов, нужно было демонстрировать какие-то свои достоинства. Помимо общительности оказалось, что он еще потрясающий наездник, был самым лучшим наездником в этом кадетском корпусе. И такой он был выдающийся атлет. Но вот когда он вернулся к учебе в 1905 году, видите, лицо у него такое явно недовольное. Учиться ему было скучно. Он сначала был в Мюнхене, потом в Берлине, но тоже ему это бесконечное рисование исторических архитектурных деталей было глубоко неинтересно. А тут умерла тетушка, оставила ему наследство. И он решил, что хватит ему учиться. И так умный. И вот тогда он начал свою практическую деятельность, пользуясь покровительством и связями семьи. Ну вот следующие картинки я показываю, чтобы он был такой спортсмен на протяжении всей своей жизни. То есть вот здесь он в Швейцарии катается на лыжах горных, ему, скажем, 50, а фотография на коне в Аризоне сделана за год до его смерти. Ему сколько получается? В общем, за 80 сильно. В 1908 году ему удается устроиться в мастерскую Петера Беронса. Петера Беронса – это тоже культовая фигура у современников, но вы знаете, вероятно, что у него тогда же в бюро работал мисс Ван Берроя, и несколько позже, когда уже Гропиус оттуда ушел, Ле Корбезье. Но вот Гропиус работал именно тогда, когда Беронс делал свою важнейшую постройку, турбинную фабрику германской электрической компании. Одно вообще из первых сооружений, из которых, а может, вообще самое первое, из которых отсчитывают начало современной архитектуры. И он как-то там на каких-то маленьких ролях принимал участие в проектировании этого здания с, как вы видите, уже какими-то элементами навесного фасада. И Беронс очень оценил его и поощрял, но Гропиус был уже очень самоуверен, и тогда его уже начинала интересовать идея производства панелей, каких-то технологически совершенных способов строительства. И он уже придумал такую систему панелей и показал руководству АЭГ в обход Беронса. Ну, Беронс разозлился и уволил этого нахала юного. Но тот ушел не один. Ушел не один. Он взял с собой товарища по мастерской Беронса, Адольфа Майера, который, собственно, и рисовал его ранние проекты, но считается, что интеллектуальный вклад Гропиуса в исполнение Майера. И они смогли, тоже пользуясь социальными связями Гропиуса, ну и также репутацией того, что они работали у Беронса, получить заказ на расширение фабрики Фагус, которая делала то ли подметки для обуви, то ли вообще стельки, ну что-то такое смешное. Но, тем не менее, это было не очень маленькое производство, и здание, конечно, абсолютно новаторское, потому что в нем предъявлена и новая эстетика, и новая этика, потому что Гропиус очень красноречиво говорил о том, что эффективность производства зависит от части рабочих. Ну, как вы понимаете, он развивает идеи движения искусств и ремесел, вот этот ранний социализм Уильяма Морриса и вот все это направление мысли, но просто если Моррис считал, что на промышленном производстве рабочий неизбежно отстранен от своего труда и, может быть, только несчастен, поэтому нужно возвращаться к ремесленному производству, а не бросать индустриальное, то Гропиус считал, что нет, будущее за индустриальным производством, но и в нем есть возможность сделать так, чтобы рабочим было хорошо. Ну, во-первых, они должны жить и работать в хороших условиях, но кроме того, им должно быть красиво, что самый простой человек, эстетическим развитием которого специально никто не занимался, тем не менее откликается на красоту и в хорошей обстановке продуктивнее работает. Ну, вот некоторые промышленники германские были готовы откликаться на вот эти призывы. И здесь же использовались новые приемы строительства, отрабатывались системы окон в металлических переплетах, которые могут, ну, как бы, системой вентиляции. Ну, вот эти два персонажа, важные в ранней карьере Гропиуса, Беренс, конечно, который был для него настоящим учителем за недолгий период, но, видимо, Гропиус очень-очень быстро учился. И вот этот Адольф Майер, который, да, был младшим партнером вот этой фирмы, которая знала Гропиус, ну, младшим, потому что Гропиус капитал туда принес, понятное дело. Но, конечно, было бы интересно узнать, как сам Майер оценивал свой вклад в эти проекты, но он умер в 29-м году, и его сторона истории осталась нерассказанной. В общем, мы не знаем. Значит, что еще произошло очень важного вот в этот период работы у Беренса? Значит, через него, значит, Беренс построил в таком музее Фолькванг в Хадгене, это вообще очень-очень важный музей до сих пор, построил там лекционный зал, лекторий, вот как мы сейчас сидим. Ну, вот вы видите этот проект. И через него Вальтер Гропиус познакомился с директором этого музея, и тот ему предложил прочесть, почитать каких-нибудь лекций. Вот, и там Гропиус прочел совершенно необыкновенную, невероятную лекцию, которую он еще к тому же и сохранил конспекты, а потом опубликовал. Значит, он впервые заявил о том, что новая архитектурная эстетика может появиться на основе уже существующих промышленных сооружений, главным образом американских элеваторов, силосохранилищ. Потом Ле Корбезье будет писать об этом в своей книге к архитектуре и публиковать эти картинки. Потом, скажем, Антонио Сантеллия в Милане увидит опубликованный этот текст Гропиуса с картинками и начнет рисовать свои фантастические сооружения. Но Гропиус просто реально первый человек, которому это пришло в голову. Вот он собрал сам изображение этих промышленных сооружений, понял, что они просто потрясающе монументальны, и что это вот эта новая монументальность, новая эстетика, из которой может вырасти новая архитектура. Значит, эта лекция была переработана в статью, опубликованной в ежегоднике Вергбунда за 2013 год. Вергбунд объединения архитекторов, ну и, скажем, дизайнеров, ремесленников, которые занимаются производством предметов быта, так скажем. И Гропиус очень быстро стал пользоваться влиянием в этой организации. И вот в 2014 году, когда Вергбунд устроил большую выставку в Кёльне, а выставки эти устраивались в разных городах для того, чтобы способствовать пропаганде новой архитектуры и нового дизайна, и вот в 2014 году была в Кёльне, и там Вальтер Гропиус и Адольф Майер построили образцовую фабрику, как раз развивая вот эту идею своей лекции и статьи. И эта постройка произвела очень большое впечатление тоже, и многократно репродуцировалась, ну и самый, конечно, удивительный элемент, который в ней был, это вот эти угловые башни с лестницами, лестницы в стеклянных цилиндрах, как потом у нас будет в клубе Зуева Ильи Голосова, как в кома Тераньи сделает в своем жилом доме новокомом. Вот первую вот эту форму спиральной лестницы в стеклянной башне сделал Гропиус на выставке в Кёльне. И лестницы-лестницы, но также еще идея перетекающего пространства вот здесь появляется раньше, чем у Корбезье или кого бы то ни было еще. Ну, понятно, 2014 год, весной открывается выставка, 1 августа начинается война, 4 августа Гропиуса призывают, потому как он гусар, то есть он не просто так год учился скакать на лошади, а он был кадровый военный, его немедленно призвали. И вот здесь на левой фотографии показана церемония его награждения железным крестом. Он вообще был одним из первых, получивших эту немецкую военную награду в ходе Первой мировой войны. Надо сказать, в отличие от, скажем, итальянских футуристов, германские передовые художники-архитекторы и уж точно совершенно Гропиус совсем не восхищались войной. Не было никакого желания воевать, но, к счастью для него, и, может быть, он как-то постарался, что он был связным, то есть его задача не обходила непосредственно убивать людей, хотя мы не знаем, делал он это на самом деле или нет. Но он провоевал всю войну, он был настоящим героем, несколько раз спасая свое подразделение, несколько раз выживая там, где все погибли. Один раз он летел на аэроплане, убили пилота, он каким-то образом смог спастись с падающего самолета. И в самом конце войны еще он находился в штабе, когда туда попала бомба. Это было такое мощное кирпичное здание, и считали, что оно защитит, и там как раз собралось командование части. Но как раз под завалами все и погибли. А Вальтер Гроппес, видимо, был невероятно везучий человек, потому что он оказался под завалами таким образом, что его не раздавило, и к этому месту шла вентиляция. Он пролежал двое суток под завалами, раненый. Конечно, это тяжелейшая травма на всю жизнь. И он, лежа там и думая, что его в конце концов нашли, спасли, откопали. Двое суток он прилежал, и он, с одной стороны, вспоминал всех военных в своей семье, а с другой стороны, он думал о том, что вот это точно не должно повториться. Не такая война. И то общество, которое допустило эту войну и ввязалось в нее, тоже должно быть совершенно радикально изменено. Политикой непосредственно он никогда не занимался, но социальная деятельность, социальная повестка для него всегда была страшно важна. Но надо сказать, что война, вот эта Первая мировая война, немножко отличается от той войны, которую мы представляем по советским фильмам, в частности тем, что довольно часто людям давали отпуска, и воевали они не так далеко от дома, то есть они могли возвращаться. И Гропиус даже умудрился жениться в 15-м году и стать отцом. И женился он на невероятной женщине. Ее звали Альма Малер, но Малер – это не Девичья фамилия, а она была вдовой к тому моменту великого композитора Густава Малера. Она была из Вены, пользовалась репутацией самой красивой женщины Вены, она сама сочиняла музыку, занималась живописью, писала какие-то тексты, была дочерью довольно непосредственно художника. Но Малер был фигурой, то есть не просто крупный композитор, а еще он был такой прославленный, скажем, то есть у нее был довольно высокий социальный статус. А роман она затеяла с Гропиусом, когда Малер был еще жив. В 2011 году они познакомились в санатории, где он лечил испорченные нервы, уже к тому моменту, еще до войны у него были испорченные нервы, а она там тоже что-то. Значит, Альма была на 20 лет моложе мужа и на 80 лет старше Вальтера Гропиуса. И во время войны она ему родила дочь Манон. Да, но еще до войны, до брака, значит, ну просто я вам расскажу, то есть степень безумия, в котором все это происходило. В 2013 году, ничего не подозревая особенного, Гропиус в Вене приходит на художественную выставку и видит вот эту картину Оскара Кокошки и понимает, что там изображена его Альма. Действительно, у Альмы был роман с Кокошкой, довольно длинный, и они тогда расстались с Гропиусом, но потом Кокушку она бросила и, собственно, ушла от него к Гропиусу и вышла за него замуж. А тот, но я не могу удержаться, чтобы не показать вам это, заказал известной кукольнице куклу Альмы в натуральную величину, причем специально сказал, что важно, чтобы было приятно ее гладить. И вот эта художница нашла такой странный выход, она сделала вместо кожи сплошные белые перья. Но Кокушка был сначала в некотором шоке, а потом решил, что да, приятно гладить. И вот он покупал ей, заказывал ей наряды, усаживал ее обедать с гостями, танцевал с ней. Но потом все-таки, по-моему, когда Гропиус с Альмой поженились, он отрубил ей голову во дворе и устроил такое жертвоприношение. Вот. Но, значит, эта Альма, ну, как бы сохранять верность Гропиусу тоже не смогла, тем более, что война еще длилась три года после их свадьбы. И завела роман еще с таким австрийским писателем. Ну и факт, в чем значение для дальнейшей жизни, что она забрала свою дочь и очень мало давала Гропиусу с ней общаться, вот с этой Манон. Обещала, что два раза в год, значит, Манон будет приезжать к отцу, но все время нарушала это обещание, и это был такой постоянный источник страдания. Вот такой человек, да, вот такой человек создал Баухаус. Значит, собственно, как это произошло? Вот тоже все началось во время войны, и, может быть, отчасти из-за войны. В Ваймаре была школа искусств и ремесел, как во многих других местах, но хороший, известный, руководил ей Андрей Ван Девельде. Ну, руководил, руководил, но во время войны стало важно, что он бельгиец, а не немец, и решили, что не может иностранный гражданин быть директором школы, даже и художественной. Но к нему там все-таки хорошо относились, поэтому ему предложили самому назвать преемника, и он назвал Гропиуса, которого знал через Вергбунд. И Гропиус тоже с фронта приезжал в Веймар к местному герцогу, представлял ему свой план развития художественного образования. Я уже тогда говорил, что художественное образование должно венчаться архитектурой, что занятие всеми видами искусства – это только подготовка к занятию архитектурой. И герцог, да, был под впечатлением, согласился, но вы же знаете, когда война закончилась, в Германии случилась революция, и почти всех этих мелких монархов свергли. Но, тем не менее, его управляющий делами остался на месте и в республиканском уже в Веймаре занимал там какую-то позицию и пригласил туда Гропиуса, причем даже масштаб школы, которым предстояло руководить, увеличился. Туда присоединили еще местную академию художеств. Ну, понятно, школа искусства и ремесел – это нечто, связанное с какими-то социалистическими убеждениями и с представлением о том, что искусство должно быть связано с жизнью и с производством хотя бы ручным, и с архитектурой. А Академия художеств – есть Академия художеств. Они тогда уже считались страшно консервативными, устаревшими заведениями, где рисуют гипсы и чтят традицию прежде всего. И это, надо сказать, создало в Баухаус очень сильные проблемы. Но проблемы со стороны ремесла тоже были, потому что местные ремесленники, конечно, почувствовали себе угрозу, что если здесь на их сегменте рынка появится большое количество молодых обученных специалистов, то им придется нехорошо. И они всячески стремились эту школу истребить. Но, как вы знаете, к 1925 году им это удалось, и Баухаусу пришлось переехать в Дессау. Ну вот первые постройки послевоенные уже, Гропиус уже директор Баухауса, но еще того, где Иоханна Сыттен преподает этот форкурс. Ну а Иоханна Сыттен, да, замечательный художник, но еще он мистик, зероастрист. Там все призывал студентов брить головы, носить какие-то, заворачиваться в какие-то плащи. И, в общем, очень-очень сильно нагнетал мистику. Так что Гропиус, в конце концов, пришлось его уволить и заменить на Альберса и Мохаинадя. Но, тем не менее, представьте себе, вот такая архитектура, не очень модернистская, то есть еще сильно связанная с традицией, так называемой прогрессивной архитектуры германской начала XX века. Вот здесь есть большое окно, но оно так поделено на ребристые сегменты. То есть здесь явно еще какая-то связь с фольклорной традицией прослеживается. Ну в чем-то, может быть, это похоже даже и на работы, более ранние работы Фрэнка Лойда Райта, которые, конечно, были известны в Германии. К ранним работам Балхавского периода относится вот этот монумент. Власти Веймара заказали памятник павшим. То есть там один из эпизодов революции во многих актах был такой путь. Круппа, там были погибшие, вот их память решили почистить. То есть это чистый экспрессионизм. Никак тоже не похоже на того функционального Гропиуса, которого мы знаем, у которого сплошные прямые углы и стеклянные поверхности. Нет, это, ну вот если мы представляем себе такую архитектуру, то это будет скорее уже Даниэль Лебескинт. Помните, если его еврейский музей. 22-й год. Вот такой дом. То есть тут начинают уже вылупляться, вылупляться такие прямоугольные формы. Видите, плоская кровля. Плоская кровля. И тогда, на самом деле, Гропиус уже начинает агитировать за плоскую кровлю как более экономную. Вот они, при том, что они тогда реально не умели делать эти кровли, еще лет 30 не научились делать плоские кровли так, чтобы они не текли, но считали, что это более разумно. Там же в Ваймаре была идея кооперативного поселка, то, что потом будет осуществлено в Десау. Ну и мы видим, что по плану это, в общем-то, похоже на поселок Сад. А домики такие кубистические, они все разные, но собраны из как бы стандартных элементов. То есть Гропиус здесь продвигает идею как бы стандарта. Еще тут же он надеется наладить производство панелей. Но вообще ничего не получается. Почему? Потому что это годы страшной инфляции. Страшной инфляции. Для того, чтобы удержать школу на плаву, чтобы студенты не разбежались или не умерли с голоду, Гропиус распродает наследство. То есть сначала там какое-то, например, хранившееся в семье серебро Наполеона, и там постельное белье Наполеона, потом какие-то уже художественные ценности, какие-то ковры. И главное, что что-то продать и тут же успеть потратить, потому что через неделю это все будет стоить, ну как бы эти деньги обесценятся. То есть он вкладывал все время свои средства, пытаясь спасти вот эту школу. Ну, в общем-то, ему это удалось. И все время пополняет преподавательский состав, потому что когда он открылся, действительно там не было так много каких-то ярких персонажей, но он собрал действительно всех лучших, которые мог. Но при этом, например, Паул Тлия потом говорил, что он согласился переехать в Эймар и работать в Баухаусе только потому, что овощи в Эймаре дешевле, чем в Мюнхене. Ну вот, в... Так, я не помню, 22-й или 23-й год конкурс на проект здания газеты «Чикаго Трибюн», знаменитый проект небоскреба с стальной конструкцией, очень сильно повлиявший на советских архитекторов, ну и, в общем-то, и на всю последующую архитектуру, проект, конечно же, нереализованный слишком радикальный, вызывающий, еще никто к этому не был готов, но потом стали готовы именно потому, что вот уже видели это, потому что видели это. И Гропиус каждым годом становится все более значимой фигурой, причем когда он борется за Баухаус, Баухаус борется с местными властями, потому что там его позвали, когда была одна политика, потом изменилась, да, его стали там обвинять в социализме, и вообще еще там всякие у него там русские, венгры работают, коммунисты, наверное, и в общем все ужасно. И вот такой самый, действительно, вот эта вот работа на износ, да, и непонятно было, провалится это или нет, она продолжалась до 1923 года, когда Гропиусу в очередной раз невероятно повезло, он встретил свою вторую жену, которая была полной предположенностью первой, ну не полной, конечно, женщина ей женщина, и тоже ему изменяла там в какой-то момент, но была, да, помимо того, что красивая, умная, спокойная, толковая, очень ему помогала и поддерживала, развлекала бесконечных гостей, которые к ним приезжали, устраивала всякие культурные события, и, кроме того, она была намного моложе, то есть возрастом она была скорее как студенты, она помогала поддерживать мир между студентами и преподавателями, что, как вы понимаете, там, где собираются много творческих людей, не всегда бывает просто. Вот они такие молодые супруги, но через неделю после свадьбы они едут в Париж, не по случаю медового месяца, а потому что Корбюзье пригласил Гропиуса с тем, чтобы показать, ну познакомить его со своими работами. То есть Корбюзье, который, конечно, всегда думает о селф-промоушене, решил, что Гропиус уже достаточно важный, с ним надо считаться, нужно быть его союзником. И вот приезжают Гропиус с женой в Париж, они встречаются с Корбюзье в кафе, видите, она там сидит, значит, забытая, за соседним столиком скучает. Вот, эти общаются, общаются очень содержательно, потому что Корбюзье как раз делает свой проект современного города на 3 миллиона человек и рассказывает о нем, ну, соответственно, рассказывает об идее башен в парке, до города, как бы тонущего в зелени. Гропиус ему рассказывает о своих проектах, о своей педагогике и дарит ему те самые фотографии американских элеваторов, которые он собрал когда-то для лекции и которые Корбюзье тоже потом использовал многократно в своих публикациях. Да, вот еще в чем дело, вот еще о чем они говорили. Ну, в записи Гропиуса об этой встрече говорится о том, что я подарил Корбюзье диаграмму, в которой сопоставляется, значит, как какие-то годы развития американской экономики, когда стоимость жизни возросла вдвое и в это же самое время цена автомобиля Ford снизилась вдвое. И идеей была вот этот вот самый дом-машина для жилья, да, для Гропиуса это было как раз важно, что дом можно производить так же, как машину, и он будет такой же, как бы, хороший, функциональный и гораздо дешевле, чем это сейчас. И тогда можно будет преодолеть вот этот чудовищный жилищный кризис, который в Германии, конечно, чувствовался еще очень и очень остро. Ну, и вот одно из важнейших достижений Гропиуса, когда он решил, что все, вот его школа преуспеет, заключалось в том, что он смог привлечь Василия Кандинского как преподавателя искусства и цвета, и цвета, да, для Гропиуса было чрезвычайно важно развить колористическую чувствительность у своих студентов. Но там вся система образования была устроена как, так, что в течение трех лет все студенты должны были заниматься искусствами и ремеслами, работать в мастерских и при этом создавать какие-то предметы, выпускать какую-то продукцию и зарабатывать тоже деньги на поддержание школы с тем, чтобы потом, потом приступить к изучению архитектуры. На самом деле вообще до архитектуры дошло дело только в 1926 году, незадолго до того, как Гропиус сам и покинул Баухаус. Но вот Аут Голландец, вот это был архитектор, которого Гропиус хотел видеть во главе архитектурного отделения, тот не согласился, потому что у него была хорошая практика и не хотел он от нее совсем отрываться для того, чтобы заниматься преподаванием, но приезжал время от времени читать лекции и консультировать студентов. Ну и вот этот коллектив, который собрался, Йозеф Альберс был первым студентом, который стал как бы молодым мастером. Гропиус отказался использовать слово профессор, нельзя назвать просто себя профессор, это государство выдавало звание профессоров ведущим преподавателям учебных заведений. А Баухаус, что в Ваймере, что в Дессау существовали на государственной земле деньги. Нет, не профессора, но мастера, которые работают вместе с подмастерьями. Вот Альберс был первый, кто перешел из собственных выпускников в мастера, и потом тоже стал одним из проводников идей Баухауса в Америке, крупнейшим педагогом и художником. Значит, он в шляпе слева, Альберс. Рядом с ним стоит Химмер Кшепер, которого мы знаем как человека, который приехал работать в Советский Союз и, в частности, разработал цветовую гамму для интерьера в Дом Наркомфина. Ну, Ласло Мохайнать понятно, Гропиус сам стоит в центре, и рядом с ним вот этот человек, который заметно моложе, Марсель Брэр, который позже станет, ну, помимо того, что он одним из важнейших вообще в истории дизайнеров мебели, он станет сотрудником Гропиуса и в Англии, и особенно в Америке. Они будут практиковать вместе какое-то время. Ну, и дальше Кандинский в очках, рядом с ним такой, значит, Паул Клейн недовольный, еще один замечательный художник Леонид Файнингер, а вот на крайней справа Оскар Шлемер – это руководитель театральной мастерской, то есть это абсолютно блестящая команда. И вот для того, чтобы понимать, как Гропиус руководил школой, важно знать, что Шлемер был абсолютно, ну, вот он как театральный человек, его очень многое не устраивало. И вот на этом шарже, который он сам нарисовал, вот он в оппозиции, он в оппозиции, он все время не устраивал его советы этих мастеров, он, видите, он всех изобразил даже как женщин, кажется. И вообще один такой человек между этих кукол. Но Гропиус ценил его как необычайно талантливого и режиссера, и вообще театрального деятеля. И он там обсуждал с женой своей, что вот может быть кого-то другого привлечь вместо этого невносимого. Он сказал нет. Вот тот, кого ты предлагаешь, он, конечно, очень хороший человек, но все-таки не такой яркий художник. Придется терпеть. Ну и вот этот переезд в Десау, такой как бы катастрофический, потому что из Веймара их выжили абсолютно, но они все время наращивали союзников. Все вот эти спектакли Шлеммера, все выставки Баухауса, все публикации, они все привлекали к ним новых союзников. И в результате в Десаус удалось получить финансирование на строительство комплекса школы вместе с производственными мастерскими, вместе с общежитием для студентов и домами преподавателей. Ну, я не буду подробно это разбирать, самое это знаменитое здание, но это архитектура Гропиуса вот в такой полной своей реализации, которая сделана, опять же, в коллаборации. Вот он всегда не только в школу собирал всех, но и для своих проектов тоже притягивал силы творческие тех, кто оказывался рядом. Но вот цветовая гамма, видимо, используется, скорее всего, Шепера, но явно она обсуждалась с преподавателями этой дисциплины в Баухаусе. И вот когда он все это наладил, там все проблемы были все время, но все-таки работа шла, значит, он обнаружил, что жизни никакой нет, потому что все время, да, у него есть архитектурная практика, у него есть школа, он все время должен принимать визитеров, он все время должен устраивать праздники и выставки, а кроме того, его повсюду приглашают читать лекции, и он всегда соглашается, потому что надо пропагандировать свою школу. В общем-то, скорее всего, он ушел в первую очередь потому, что устал, потому что если бы он захотел дальше бороться со своим местом, он бы не ушел. То есть он добровольно передал пост директора Баухауса Ханнеса Майеру, швейцарцу, которого он раньше пригласил как руководителя архитектурного отделения, да, и Майер уже перестроил Баухаус уже как архитектурную школу. И вот в 1928 году Гропиус, наконец, чувствует себя свободным человеком, а к этому моменту, в общем-то, и кризис экономический остался позади, уже как-то и строительство больше, и вообще денег больше в обществе, и, соответственно, больше достается ему. То есть можно, наконец, пожить. Первое, что он делает, он отправляется с женой в путешествие по США. Ну, опять же, это тогда было очень сложно сделать, просто очень дорого. То есть и пришлось специально это организовывать как бизнес. То есть он заявил, что он едет знакомиться с американской архитектурой, практикой строительства, новыми технологиями. И он получил финансирование компаний, которые могли бы быть заинтересованы в этих технологиях и в какой-то там новой заокеанской архитектуре. Хотя можно было бы уже догадаться, что там не очень-то гораздо менее интересная архитектура в этот момент, чем в Европе. Но вот Гропиус помнил эти свои элеваторы, ему было интересно все-таки посмотреть, что происходит. И вот он совершает действительно большое путешествие, и не только восточное побережье, но и Чикаго, и Аризона, и, кажется, даже Техас. Везде общается с людьми, из архитекторов. Ну, для него самым важным, наверное, контактом был Альберт Канн, строитель фабрик. Тоже человек, который, ну, знаете, это бюро, которое около 200 заводов построило в Советском Союзе. И Канн, он был, с одной стороны, инженером, специалистом по строительству заводов, а с другой стороны, он практиковал как архитектор и делал красивые здания в духе арт-деко. Очень расстроился, что Гропиус их не оценил. И Гропиус действительно там чему-то научился в том, что касается стальных конструкций, стальных каркасов, в том, что касается высотного строительства, и по возвращении стал особенно пропагандировать многоэтажное жилье. Но в целом решил, что нет уж там ничего такого особенно прекрасного, особенно его поразило, что предрассудки мешают оценить то живое, что действительно происходит в культуре. Например, негритянскую музыку белые американцы воспринимают как такое низкопробное развлечение. А Гропиус к этому моменту сам в себе поборол антисемитизм. Это то, что по умолчанию было нормой в Европе, в частности, в Германии до Первой мировой войны. Кстати, в этом гусарском обучении он обнаружил, что он может дружить только с одним человеком своих товарищей, потому что остальные аристократы, есть еще один совсем изгой еврей. То есть, видимо, богатые родители мальчика решили продвинуть в обществе и отдали в гусарский полк. А там, естественно, он стал изгоем. И вот Гропиус писал маме, что такой хороший человек, не нахожу в нем ничего еврейского. Потом, когда Альма завела роман с евреем, он проклинал эту нацию, на чем свет стоит. Но потом, значит, уже после войны, когда он там понял, что надо все думать заново, он как-то пришел к такому уже отношению. Даже он кому-то писал, маму он свою ругал за то, что... или даже Иезе, жену вторую, что та тянется к общению к аристократам. Но это аристократы уже давно не лидеры общества. Они закоснели, они перестали поддерживать передовую науку и искусство. Сейчас место аристократии заняли евреи, которые поддерживают передовую науку и искусство. И дружить надо с ними. Опять же, с современной точки зрения, это тоже не очень этично, но для тогдашних представлений да. И вот он дальше проводит эту аналогию, вот этого национального расового предрассудка, с полным изумлением обнаруживает, что белые американцы не считают чернокожих равными себе, и из-за этого не могут по-настоящему ценить джаз. И Гропис очень любил музыку, коллекционировал пластинки, привез из Америки большое количество записей джазовой музыки и потом продолжал собирать дальше. И вот несколько у него было по возвращении из Америки таких плодотворных лет, короткий очень период, когда все шло хорошо, были архитектурные заказы, ну не то чтобы грандиозные, но все-таки были, и ему очень нравилось, что работа ему остается разнообразной. Вот он с большим энтузиазмом проектировал мебель для сети универмага Федер, мебель для людей со средним достатком, которая должна была производиться с минимальными затратами ручного труда из недорогих материалов, максимально экономно расходовать эти материалы. И кроме того, эта мебель должна быть модульная, чтобы эти гурнитуры составлялись в различных комбинациях и так далее. Но вот эту мебель потом производили до конца 70-х годов, что ли. На самом деле, похожую мебель я, например, помню в квартирах своих друзей. В общем, это то, что действительно потом очень долго и успешно жило. Автомобильная компания Adler во Франкурте заказала ему дизайн седанок и кабриолета. Вот кабриолет самый удачный. Вот здесь, видите, тут откидная крыша. Это была популярная модель, ее довольно много выпустили, и Гропиус сам ее водил. Он первым придумал сиденье, которое трансформируется в кровать. Вот сиденье рядом с водителем, если откинуть спинку, соединяется с задним сиденьем, и вот видите, там силуэт женщины лежит. Видите, там каблучки торчат вперед. Очень удобно. И потом это решение другие тоже стали использовать, но вот это было такое изобретение Гропиуса. Пораньше, немножко это еще времен Баухауса, но я, чтобы связать с последующим рассказом, сейчас об этом говорю. Вот Гропиус, да, он считал, что нужно со всеми искусствами поддерживать контакт, и сам постарался подружиться с реформатором театра режиссером Эрвином Пескатором, и вместе с ним стал проектировать тотальный театр. Но денег на него не нашли, но сначала было непонятно, что не найдут. То есть вполне могли профинансировать, но неудачная все-таки была экономическая ситуация. Театр с трансформируемой сценой, с полным обзором с любого места. Это такая машина, которая бы позволила делать авангардные спектакли еще более запоминающимися. Вот видите, тут крутится круг, и сцена может быть перед декорациями, а может быть окружена со всех сторон сиденьями. Вот здесь цветовая гамма свода. Вот это вид на свод, это просто какая-то картинка, похожая на клея. с подвесной сценой. На самом деле Мейрхольд с пескатором у них было очень много общего, и то, что там актеры могли раскачиваться под сводом, это совершенно подходит и тому, и другому. И театр Мейрхольда, который в Москве строился, и на месте которого потом построили зал Чайковского, он развивал вот эту идею Гропиуса. И театр этот не построили, но проект широко обсуждался. И опять же принес Гропиусу новую известность в театральных кругах. И вполне вероятно, спас ему жизнь. Потому что сейчас мы уже подходим к переломному периоду, когда нацисты пришли к власти. Ну, хорошо, Гропиус не еврей, но он либерал, политически он совершенно неприемлем для нацистского режима, и он ничего не сможет сделать с собой, чтобы заявить о своей лояльности. Да, он немецкий патриот, да, он хочет работать на родине, но он не может играть во все эти игры, которые нацисты требовали от своих подчинённых. Кроме того, их не устраивала его архитектура как токовая, то есть он просто быстро остался без работы. Но вывести какие-то деньги нереально, получить разрешение на выезд, не просто, одному можно с женой сложно. И в результате Гропиус смог покинуть Германию осенью 1935 года, выехав на театральный конгресс в Риме, фашистской Италии, где, тем не менее, был именно театральный конгресс, куда приехали деятели из 20 стран, где обсуждали авангардный театр, в первую очередь режиссёры, драматурги, актёры, композиторы, художники, театра и немножко архитекторов. Гропиус был единственным представителем Германии, но его туда пригласили из-за этого проекта и его выпустили, потому что знали, что он специалист по новому театру. Но он ещё к тому моменту заручился небольшим заказом в Англии, потому что понимал, что в Италии-то тоже, в общем-то, сложно всё, и вряд ли он сможет там устроиться. Он стремился уехать в Англию, получил разрешение поехать туда поработать где-то на несколько месяцев, построить небольшой жилой дом. Всё это, опять же, почему? Потому что огромное количество людей его уважают, в том числе вот этих вот нацистских функционеров. Лично его уважали и выпустили, и ещё вот этот итальянский конгресс оплатил ему дорогу и потом в Лондон. Но, значит, вот другая сцепка. Вот эта вот идея гигантского зала была потом развита Группиусом ещё в одном проекте, о котором почему-то... Ну, я что-то не нашла, чтобы было что-то разумное написано. Может быть, просто ещё не нашла, но всё-таки. Вы понимаете, что это такое? Дворец Советов. Да, то есть Группиус принял участие во втором этапе конкурса на Дворец Советов в 1932 году. Вот при всём его увлечении многоэтажным строительством здесь он считает невозможным строить выше Кремля или выше, по крайней мере, колокольни Ивана Великого. В конце 20-х и начале 30-х годов действовала же ещё норма по плану Большой Москвы, так называемая вот эта вот старинная норма, что нельзя строить в центре Москвы здание выше колокольни Ивана Великого. И он об этом должен был знать, хотя бы потому, что братьям Весниным тоже критиковали их Дворец Труда, который был основан на его Чикаго Трибюн за высоту. Он должен был знать о том, что бархины хотели построить своё здание газеты «Известия» с башней, тоже по образцу его Чикаго Трибюн, и им башню срезали. И он решил, что это правильно, надо делать горизонтальное здание, горизонтальное здание, в котором встречаются потоки людей, которые пропускают через себя шествие. Что ещё очень любопытно, видите, здесь, ну это вид со стороны Москвы реки, да, и перекинут мостик к пристани, видите, там причал на воде, как вот тоже одно из средств транспорта. Вот здесь вы видите панораму Москвы, центральной части, и как туда вписывается Дворец Советов, как он балансирует с Кремлём, что это, ну как бы, масса вот в Кремле рассредоточена, а здесь она более сконцентрирована, но тоже поделена на сектора, чтобы ни в коем случае не давить. И вот вы видите здесь разрез и план, и два огромных зала с необычной формой, которая обеспечивает самую хорошую акустику и обзор. Это форма, которая была проработана в связи с театром Пескатора, и которая, конечно, гораздо рациональнее, эффективнее, чем вот этот зал под куполом у Иофана или у Шпеера. И всё это при этом похоже на такой механизм. Вот здесь вот эта взрывная диаграмма, где раздвинуты основные элементы, но тем не менее всё очень продуманно и функционально. и с расчётами всё это подавалось. Ну, понятно, что никакого даже упоминания не было об этом. Но тем не менее, тем не менее, Гропиус, в отличие от Корбюзье, не был оскорблён тем, что его не выбрали и не наградили. И вот здесь мы видим конгресс Сиам в Барселоне, не конгресс, а промежуточную встречу Сиам в Барселоне в 1932 году. Встреча главной задачей, которая была понять, состоится ли конгресс, который должен был быть в 1933 году в Москве. Дану Сиам, Международный конгресс современной архитектуры, объединение всех архитекторов современного движения, форум для обмена идеями, где, конечно, должны были быть советские участники, где предполагалось, в 1931 году предполагалось, что конгресс 1933 года пройдёт в Москве, и тут у нас случился некоторый поворотик. Именно в ходе конкурса на Дворец Советов стала явно новая архитектурная политика советской власти. И вот здесь они ещё решили, что Зигфрид Гедеон в начале 1933 года поедет в Москву окончательно договариваться и выяснить, что к чему. Но в результате все поплыли на корабле из Марселя в Афины. Но Вальтер Гропиус побывал в Советском Союзе в начале 1933 года. То есть тогда же, видимо, после конкурса на Дворец Советов его пригласили прочитать цикл лекций в Ленинграде. И он согласился, он поехал. Ему было интересно посмотреть новую советскую архитектуру, о которой он много слышал. Жену он не взял, потому что всё-таки уже приходили слухи о том, да, ну, многие же из Боухауса ехали, но всё-таки было ощущение, что это не вполне безопасно. Он не очень подробно это всё зафиксировал. По отрывочным каким-то замечаниям можно судить, что советская архитектура, та, которую он видел, не произвела на него особого впечатления, хотя особо он выделяет Гинсбурга. Гинсбурга, проекты, которые он видел на бумаге, но уже он отметил, что стоящих людей задвинули, и происходит что-то такое непонятное. То есть, скорее всего, вот он уже думал, что если придётся ехать, не поехать ли, как многие друзья в Советский Союз, но решил, что нет, не стоит. И поехал вместо этого в Англию, как я говорила. Значит, в Англии, ну, немножко у него было архитектурной работы, но всё-таки не то, чтобы очень хорошо. Была, например, вот такая. Ну, Гропиус не видел ничего унизительного в том, чтобы проектировать алюминиевые заварочные чайники, потому что мы знаем, что он считал, что все предметы обихода должны быть архитектурно осмыслены, и вообще, что это единая творческая деятельность, но, тем не менее, всё-таки не самое вдохновляющее. Его туда, собственно, заманивали, в Англии было совсем нехорошо с современной архитектурой, но там был Любеткин, но туда уже приехал, ну, собственно, все поехали, там уже был Эрих Мендельсон в этот момент, там уже был Мисс Ван Де Роя, но вот англичан, в частности, Максвелл Фрай, который хотел делать современную архитектуру, вот он в качестве партнёра себе заполучил Гропиуса, вот они спроектировали такое абсолютно современное общежитие в Кембридже, или вот построили небольшой колледж, ну, как бы максимально дёшево и максимально современно, но вот вы видите, всё-таки люди были какими-то невероятными аскетами, да, ну вот представьте себе, но Гропиус сам, ну хорошо, солдат после четырёх лет войны, может быть, не считает, что должно быть тепло студентам, но всё-таки. Раздвижные стеклянные стены, ну, предположим, они смотрят на юг, но всё равно в Англии зимой, конечно, там должно быть прям очень неприятно. Жилой дом, ну, нашлись, да, заказчики, ценители, ну, таких модернистских жилых домов в Англии 30-х годах, ну, построено, ну, скажем, ну, я не знаю, ну, полтора десятка, да, вот известно, что популярный сериал про Пуаро задействовал просто их все, да, там всегда действие происходит в какой-то современной архитектуре. Вот, но вот так получилось, что совершенно рядом, вот стык-стык, дом, который спроектировали Гропиус и Фрай, и рядом же Мендельсон и Серж Черняев. Но понятно, что поле деятельности небольшое, заказчиков, которые готовы финансировать современную архитектуру, очень мало. Из Америки всё время приходят призывы, приезжайте к нам, приезжайте к нам. Первым его позвал редактор журнала Architectural Review, который до сих пор уходит. Ещё в Германии, когда был Гропиус, тот ему писал, что приезжайте, вы тут откроете свою школу, и вот я уже договорился с девелопером, мы нашли большой кусок земли под Нью-Йорком, вы там построите новый город. В общем-то, какие-то невероятные были сказки и соблазны, из этого, в общем-то, ничего не получилось, но получилось то, что Гропиуса пригласили возглавить архитектурное направление в высшей школе дизайна Гарвардского университета. Это должность, на которую претендовал также мисс Ванда Роя. Ну и вот в 1937 году всё-таки такие сильно настороженные Вальтер Гропиус и Изы Гропиус, у них уже отношения в этот момент довольно напряжённые, переезжают в Америку. Да, ещё нужно иметь в виду, что когда они поехали в Англию, Иза говорила по-английски, а Гропиус нет. И в Америке, прежде чем он мог полностью начать учить, конечно, ему нужен был какой-то переходный период. Но тут же нашлись меценаты. Но в Америке прежде всего гораздо больше денег, чем в Европе, даже в это время. После войны тем более. Но и вот эти вот... Да, великая депрессия, но всё равно, всё равно, значит, эта вот депрессия, она неравномерна. Всё равно есть разные богатые люди, и среди них есть вот те, кто хочет поддерживать современную архитектуру. И вот одна такая дама подарила Гропиусу кусок земли и выделила ему деньги на то, чтобы он построил образцовый дом. Причём этот дом, да, он планировался ещё как такая некая экспозиция. Ситуация, в общем-то, похожая на те условия, на которых Константину Мельникову, да, райсовет, разрешил строить свой дом-мастерскую. Ну и в конце концов Иза завещала этот дом штату, и вот он до сих пор работает как музей. Значит, вот был построен... То есть Гропиус смог продемонстрировать, на что он способен прямо здесь. И он начинает преподавать... Ну, конечно, когда Америка вступает в войну, там студентов мало, и в полную силу это всё развернулось после 1945 года. Ну, как он преподает? То есть он очень известен, к нему стремятся студенты, но при этом его непосредственный начальник, вот декан этой Гарвардской школы дизайна, не совпадает, расходится с ним во мнениях. По многим вопросам. Но, в частности, Гропиусу так и не удалось внедрить вот свой любимый форкурс, да, то есть вот этот предварительный курс, в котором студенты учатся обращаться с пространством, формой, цветом, светом, материалом. не получается. А Гропиус при этом повсюду пишет и рассказывает о том, что такой курс нужно внедрять повсюду, начиная с детских садов. И надо сказать, что много где-то и произошло. То есть вот такое обучение основам понимания архитектуры и современного искусства, оно распространилось в американском образовании довольно широко, в результате чего там возникла публика, которая легко воспринимает современное искусство и современную архитектуру. То есть гораздо легче, чем, скажем, классическое искусство и историческую архитектуру. То есть он смог сдвинуть с места такое широкое американское образование, но не смог победить, собственно, Гарвард, куда его и позвали. Еще они вот в чем не совпадали. Значит, Гропиус считал, что изучать историю архитектуры совершенно лишнее и вообще вредно. Ему так не понравилось это дело в Мюнхене и в Берлине, когда он был студентом, что он считал, что студентов надо от этого защищать. И вот когда они уже там созреют где-то на старших курсах, пускай вот тогда, значит, поизучают, что еще было. А декан был более таких традиционных взглядов, говорит, нет, надо все-таки сначала изучать историю архитектуры, а потом, значит, уже проектировать современную. Иначе не получится. Кроме того, в Америке был очень сильный ландшафтный дизайн. А Гропиус был все-таки сосредоточен именно на зданиях. Его не очень интересовала среда вокруг них. И, в общем, он в 52-м году, по-моему, уже уходит на пенсию. То есть какое-то количество лет он там проучил, но все равно считается, что влияние очень-очень большое. Ну вот, и он все время практикует. Благо, есть достаточное количество материалов до того, как началась война, и когда она закончилась, еще больше металла появилось в архитектуре. И вот здесь вы видите частный дом, но если присмотритесь, видны швы, то есть он все пытается делать в панели. Ему кажется, что ужасно, ужасно нерационально класть кирпичики. Нужно найти какой-то способ быстро монтировать. И вот здесь, например, заказ на жилой комплекс для компании алюминиевой в Пенсильвании. Вот здесь он смог устроить экспериментальное производство панели. Ну то есть сейчас его все время мучило, что как же так много людей живут вообще в каких-то неподобающих условиях, когда можно все-таки придумать так, чтобы строить гораздо быстрее и дешевле, чем это было раньше. Вот он встретился еще с одним иммигрантом, Конрадом Вахманом, и они создали такую вот General Panel Corporation и придумали дома в упаковке. То есть набор панелей, который… Да, еще Гропиус гениально занимался упаковкой и упаковывал все, что угодно, от стеклянных экспонатов выставки до картин, искусства, и вот он придумал, как разумно паковать все элементы, из которых состоит дом и перевозить на место. И им казалось, что очень быстро можно всю Америку так застроить. Были уверены совершенно, что это еще успешный бизнес, но вот после войны какое-то количество домов было построено таким образом, потом решили, что нет, все-таки лучше, более традиционным образом это все строить. Хотя, как вы знаете, сейчас сборные дома весьма распространены, но только, как правило, это не железобетонные панели, а либо деревянные конструкции, либо легкие сэндвичи. Ну вот интерьер, где он показывает, собственно, один набор панелей, которые можно по-разному комбинировать, и поэтому состройка не должна была получаться особенно монотонной. Ну и вот по такому рисунку видно, что здесь огромное влияние японской жилой архитектуры, что один из предков наших панелей – это татами, этот модуль, который определяет устройство японского дома, но вот здесь он американскому дому его предлагает, но очень-очень любил Японию, писал о ней, рассказывал о ней, но в 1954 году поехал, вот вы видите, честно вот так играл в это, жил там в традиционном японском доме, вот видите, он сидит в кимоно и шлёпанцах, как положено, но после этого он как-то перестал играть в японские конструкции в Америке или в Европе, понял, что это всё-таки совсем другая цивилизация. Дальше. Он, не то, что он совсем вернулся в Германию, но Германия очень надеялась, что он туда вернётся. Он приезжал в 1947 году, увидел с ужасом разруху, абсолютно деморализованное, конечно, общество, после этого решил, что он будет жить в Америке, но в середине 50-х его зовут снова в Западную Германию, который как раз при поддержке США начинает развивать современную архитектуру, противопоставляя себя таким образом в Восточной Германии, советской оккупационной зоне. И Гропиусу предлагали быть, ну, по сути, главным архитектором страны. Вот, очень надеялись, что он всё придумает, как можно восстановить разрушенные города, как можно всё построить теперь так, чтобы общество, живущее в этой архитектуре, никогда больше не могло соблазниться чем-то вроде нацизма. Ну, что из этого вышло, не так много. Ну, вот, в частности, он был одним из архитекторов, которые участвовали в выставке Интербау 57-го года на территории Западного Берлина, когда был построен такой образцовый жилой район, где обкатывались, испытывались разные типы жилых домов, многоквартирных жилых домов. Ну, сам Гропиус построил вот этот вот изогнутый дом, но, значит, его позвали, когда уже был генплан, и он был страшно недоволен, говорил, что абсолютно не скоординированы эти дома, это действительно выставка, каждый дом существует по отдельности, надо как-то договориться между собой, чтобы создать единое цельное пространство. Ну, в общем, там он ничего особенного не добился, построил вот такой дом, очень эффектной, свогнутой стороны и довольно пугающий с другой, но нужно иметь в виду, что это предполагалось именно дешевое жилье. Вот если посмотреть на планировки квартир, то это небольшие квартиры, обычно с двумя спальнями, то есть рассчитанными с двумя или тремя, то есть на семью с двумя или с тремя детьми. По меркам того времени это маленькие семьи, скромные квартиры, и это должно было быть доступное жилье, его эта задача всегда увлекала. Но дальше он все-таки ввязывается в эту реконструкцию, крупномасштабную, и проектирует большой жилой район, который называется Гропиуштад, который достроили в 79-м году, то есть через 10 лет после его смерти. Но это такой вот жилой район, состоящий из микрорайонов, то есть это один из важных тоже источников для нашей микрорайонной планировки, и это был провал. То есть он настаивал на том, что многоэтажное жилье разумнее, чем малое и среднеэтажное, экономичнее, и дает возможность создать более такое полноценное пространство между домами, насыщенной инфраструктурой. Но, как всегда, деньги кончились посередине, инфраструктуру построили гораздо позже, чем жилые дома, ну и, соответственно, там поселились не самые благополучные люди, и этот район тоже стал пользоваться дурной славой. Вот он, тот самый Гропиуштат. Но, тем не менее, не снесли, обновляют, и сейчас, конечно, когда цены на квартиры опять подскочили, тоже все там становится лучше. Еще одна очень важная постройка, реализована Гропиусом после войны в Берлине, это архив Баухауса. Это, конечно, для него был такой прям замечательный заказ создать здания, хранилища, архивы, созданные им школы. И по планировке здесь есть перекличка с созданием школы в Десау, но главное, конечно, что тут есть, это многоуровневая система и вот эти замены традиционных шедовых фонарей, очень выразительные вот такие гребни. Этот проект тоже был реализован после смерти Гропиуса. Ну, а вот самая крупная его панельная постройка, офисный небоскреб в Нью-Йорке на Манхэттене, который он реализовал вместе с Пьетро Белуши. Видите, у него все время новые... Да, вот тут было слово так, TAC, это The Architects Collaborative, сотрудничество архитекторов. Это тоже организация, которую он создал в свой американский период. Сначала из своих студентов, выпускников, потом эта фирма разрослась. Это нечто, да, вот такого большого архитектурного кооператива, где справедливо делится прибыль, где распределяются заказы между товарищами, где по необходимости одна группа архитекторов помогает другой и так далее. И вот TAC, эта группа просуществовала до середины 80-х годов достаточно успешно. То есть вот он все время еще его интересовала как бы организация работы. Но вот здесь он работает с корпорацией, но ПАНЭМ это крупнейшая была американская авиакомпания, уже не существующая, которая в какой-то момент подхватила этот проект. Когда здание построили, это было самое большое офисное здание в мире. Вы видите, рядом с Крайслер Билдинг, конечно, выглядит довольно сурово и обладает вот всеми теми недостатками, которые мы сейчас ругаем в небоскребах. Там огромное количество помещений без дневного света, там, конечно, перегревались офисы на солнце и не было достаточно тепло зимой с северной стороны и так далее. Но тогда какая была задача, чтобы функционально и экономично с точки зрения девелопера это отличный совершенно проект. Ну и кроме того, да, все недостатки они выявлялись не сразу. Ну вот, и последние годы Гропиуса это работа над какими-то даже экстравагантными фантастическими проектами, многие из которых не реализованы, но двигали вперед архитектуру. Да, он уже мог себе позволить снова мог себе позволить фантазии. Ну вот, в частности, он такой, конечно, шоумен на закладку первого камня одного жилого района, жилого комплекса, который в итоге не построили, он прибыль вот так вот эффектно, уже церемония началась, и тут на маленьком вертолетике спускается 80-летний Гропиус. Вот, или вот такая фабрика, ну такая форма здания, которое он когда-то там в 19-м году предлагал для, как жилые горы, и потом гостиницы стали строить вот по такой типологии. Или резиденция посла ФРГ в Буэнос-Айресе, тоже в коллаборации с другими архитекторами, но что тут важно, что дальше разрабатывается вот эта многоуровневая система, да, то есть вместо компактного единого пространства несколько уровней, что в частности позволяет регулировать климат, да, когда климат сложный, жаркий, влажный, очень важно, чтобы была система и навесов, и проветриваний, и чтобы воду можно было включить. Ну и в результате Гропиус в конце своей жизни оказывается окружен невероятным количеством людей. С ним поддерживают контакт огромное количество бывших студентов, сотрудников, семей этих сотрудников, все приводят там, не знаю, жены детей. И он всегда устраивал праздник, ну на самом деле это еще в Баухаузе началась традиция, даже не он устраивал, а как бы ему устраивали грандиозный праздник, который всегда был лучшей вечеринкой. Вот во времена Баухауса туда приезжали люди какие-то совершенно посторонние, потому что знали, что там будет круто. И в Гарварде это тоже были события, которые привлекали чуть ли не тысячи людей. вот. И Гропиус завещал, чтобы его похороны тоже были вечеринкой. Ну на самом деле на похоронах такой уж вечеринки не получилось, но следующий после его смерти день рождения опять собрал полторы тысячи народу и прошел чрезвычайно весело. И потом много-много-много лет это вот был такой повторяющийся праздник этой школы в Гарварде. я не знаю, может быть, даже и сейчас ее отмечают. Ну вот, на этом, по-моему, мой рассказ закончен. Спасибо. Спасибо. вам большое. А скажите, вот как вы могли бы сформулировать, что явно он очень много повлиял на последующих архитекторов и на развитие архитектуры в целом. Вот основное, как с вашей точки зрения, что вот эти вот это влияние, как оно сейчас выражается и в чем вот эти... Ну, вы знаете, я думаю, что Группиус больше, скажем, чем Корбюзье и чем вот другие ведные архитекторы повлиял именно на практику. Это не в том числе и в том, что мы сейчас не очень любим, да, в том, что касается массового жилья. Ну, вот я довольно много говорила о том, как он старался все-таки наладить панельное производство. Но я думаю, что даже больше, чем на архитектуру, хотя, да, вот эта архитектура современного движения с прямоугольными планами, с тем, что красота создается за счет работы больших плоскостей и света, и умного употребления цвета, да, но еще больше повлияло на дизайн, на то, что целостная среда, которая нас окружает, да, вот этот вот стол, я думаю, что если бы Гропиус не затеял свою программу, он был бы другим, да, вот грубо говоря, что если бы были Корбюзье и Мисс и не было Гропиуса, да, я думаю, что может быть и вот это, то есть вот влияние именно на предметную среду, оно огромно его, и, кроме того, он продвинул общее дело современного движения, завоевал им очень много сторонников. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо. Через две недели будет Альберт Шпиер. Спасибо. Продолжение следует...